Ну, нужно, в принципе, стараться делать хорошие дела, я считаю. Какой-то минимальный вклад в общество. Стань донором, помоги людям. Сдавать кровь или нет, каждый решает сам. Но желающих, несмотря на будний день, в Щелковской станции переливания крови оказалось немало. В районах нет донора приняли участие те, кто пришел впервые, и те, кто уже несколько десятков раз становился донором. Ну, мне как бы легче становится, когда я кровь сдаю, давление пропадает. Больше сорока раз все остальное. Действительно, врачи отмечают, что донорство помогает не только тем, кто нуждается в переливании крови, но и тем, кто эту кровь сдает. Происходит улучшение кровотока. Благодаря регулярным анализам донор владеет информацией о своем здоровье. Но главное все же – помощь многим людям в совершенно разных случаях. Пострадавшим в авариях, получившим тяжелые травмы, ожоги, потерявшим много крови в результате несчастных случаев, больным, снуждающимся в самых различных операциях, включая протезирование, трансплантацию органов и многим другим. Эта кровь нужна. У нас в январе месяце особый дефицит. Кровь поступает в лечебные профилактические учреждения Щелковского района. Также, если где есть нехватка крови в ближайших районах, они тоже приезжают. Чтобы сдать кровь потенциальному донору, необходимо прийти на станцию переливания крови, там завести карточку, ответить на несколько вопросов о здоровье, сдать кровь на определение группы и резус-фактора, а также пройти осмотр у терапевта, затем выпить сладкого чая, и можно отправляться в медицинское кресло. Стать донором может гражданин Российской Федерации, чей возраст более 18 лет, вес превышает 50 килограммов, и у кого нет никаких хронических заболеваний. В каждом человеке около 4,5-5,5 литров крови, и при кроводаче у донора забирают примерно десятую часть, 450 мл. Необходимо помнить, в год женщины могут становиться донорами не более 4 раз, а мужчины – 5. Ну а для тех, кто только собирается сделать доброе дело, сообщаем, станцию переливания крови следующий забор приведет в субботу, 3 февраля. Так что время подготовиться есть. Напоминаем, не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Не курите за час до сдачи крови. Соблюдение всех этих пунктов позволит сделать одно доброе дело и, возможно, спасти чью-то жизнь. Дарья Снегова, Валерий Жеглейтель, радиокомпания «Щелково».